Всем привет! Сегодня поговорим про букву Е и по букву Ё. Нужно ли менять букву Ё, если у нас её нет? Дело в том, что буква Ё у нас в русском языке уже очень давно, она у нас уже давно укоренилась, но был момент, когда пошла вот эта печатная всякая индустрия, начала там продвигаться, развиваться, у нас появились печатные машинки. И на этих печатных машинках в русских вариациях почему-то отсутствовала буква Ё. Почему она отсутствовала? Есть теория такая, что печатные машинки первоначально моделировались в странах Англии какой-нибудь, или в Германии, более таких, так сказать, индустриальных странах, и нам в Россию приходили уже машинки, как бы уже модель как бы готовенькая. И в русском языке у нас букв немножечко больше, чем в латинских языках. И получилось так, что для буквы Ё просто-напросто не было места. То есть, когда печатную машинку русифицировали, просто-напросто те печатные штучки, сама насадка от буквы, её меняли на русскую, вырезали специально русские буковки и наклеивали её на это место. А сама моделька, она оставалась такой, как она была за рубежом. И для буквы Ё местечко не оказалось, и было, так сказать, принято, повсеместно как-то все решили, что вместо буквы Ё можно назвать букву Е. В принципе, они две буквки похожи. Некоторые изощрялись, они, при этом машиночку, они, допустим, написали какое-то слово с буквой Ё, которое было написано, они напишут букву Е, потом они чуть-чуть листочек повыше подкрутят, это самое, чуть назад это самое подвинут, и над буквой Ё они ставили одну точку и вторую точку, символ точки просто ставили. Так тоже можно было делать, но этот процесс был довольно-таки долгий, чтобы одну букву написать, проходилось такие, ну, махинаты такие делать. А там люди так тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук печатали быстро-быстро, старались, по крайней мере. Допустим, когда газеты печатались, там скорость нужна была сильная, да, или, допустим, какие-то пакоколы печатались, там пащинка, там нужна скорость. И вот эта заморочка с буквой Ё, они просто-напросто, ну, уходила в сторону. То есть это было излишнее от этого времени было. Вот, и поэтому долгое время у нас в письменных произведениях отсутствовала буква Ё, и её заменяли буквой Е. И от этого произошло куча-куча орфографических ошибок. Я, допустим, всю жизнь жила, говоря, читая это слово как свекла, не свёкла, я читала это слово как свекла, и у меня до сих пор, когда я говорю, допустим, когда мы говорим с мужем, я говорю свекла, нам нужна свекла. А на самом деле это свёкла. То есть вот это вот слово, это как раз-таки ошибка произношения данного слова, она как раз-таки идёт из тех времён, когда у нас в письменных произведениях отсутствовала буква Ё. Старшее поколение, они знали, как читается это дело, а более молодое поколение, которое увидело какие-то новые слова, она должна была сама догадываться, это Е тут нас стоит, или буква Ё. И происходили эти самые речевые, зарождались, так сказать, эти самые речевые ошибки. Вот, так, теперь берём к манге. Значит, в манге, когда мы пишем, у нас уже современные клавиатуры, у нас везде есть буковка Ё, поэтому убирать, заменять букву Ё буквой Ё, если она есть, смысла совершенно никакого нет. Опять-таки, если мы будем часто так делать, то опять-таки могут пойти вот эти непорятные речевые ошибки, то есть неправильное прочтение, ЕЕ, может быть, допустим, если написать слово ЕЕ, ЕЁ, да, ЕЕ. Что за ЕЕ? Может, это просто длинное Е, да, какое-нибудь, непонятно, что это за Е такое. В общем, если есть буква Ё, то ставьте букву Ё. Бывает такое, что шрифт у нас хоть и русифицированный, да, есть русские буковки, вот там есть буква Д, есть мягкий знак, но как только мы кликаем букву Ё, у нас, оба-на, а буковка Ё оказывается в этот самый, она у нас в данном шрифте не присутствует вовсе. Вот это, я считаю, довольно-таки такая подлянка такая небольшая, да, то, что все русские буквы есть, а вот буковки Ё у данного шрифта нету. Обидно, очень обидно, но что поделать. Если у вас прям никакой другой шрифт подобрать вы не можете для данной конкретной ситуации, то ладно уж, напишите букву Е. Только единственное, что это самое. Если все-таки захотите немножко заморочиться, ну, если у вас есть время заморочиться, то возьмите кисточку какую-нибудь, да, это самое, сделайте новый слой сверху и поставьте вот так вот, раз, точка, опс, у меня мышка немножко подлагивает, нажимается плохо, и поставьте там одну точечку и вторую точечку, и тогда читатель будет вам благодарен за то, что вы пометили это дело как букву Ё, а не как букву Е. Так, слушайте, кошка села на мышку у меня тут, на провод, такая важная особа тут лежит. Ладно, значит, что еще, что еще? Ну, наверное, на этом как бы и все. То есть, есть такие случаи, что у нас, ну, на клавиатуре буквка Ё, она уже присутствует везде, но в шрифтах бывает такое, что есть такая подлянка, что букву Ё почему-то не учли, не сделали. Вот, если есть желание, возможность, пожалуйста, это дело исправляйте вот таким вот способом. Ну, либо еще можно, конечно, залезть в файл шрифта и добавить самому этот символ, но об этом я поговорю немножко в другом видеоуроке, как изменить шрифты, а на сегодня это все. Всем спасибо за внимание и счастливо!